Сравнение 8-мегапиксельных IP-поекамер с Алиэкспресс. Какая лучше? Привет, с вами Легит. После моих недавних роликов про 8-мегапиксельные камеры от GEDINON и HACIO, многие меня спрашивали, всё же, какая камера из них лучше. В этом коротком видео как раз сравним эти две камеры, так как они стоят приблизительно одинаково, в районе 45 долларов. Кстати, все ссылки на эти камеры вы можете найти в описании под этим видео. А также я оставлю для вас ссылки на поекоммутаторы, видеорегистраторы и всё остальное, чтобы вы могли самостоятельно построить у себя свою собственную систему видеонаблюдения. Ну или воспользоваться уже готовыми комплектами из этих камер. А также оставлю камеры от бренда HICVISION, которые, конечно, подороже, чем вот эти камеры, однако в разы-в разы дешевле, чем покупать их где-то в местных магазинах. В общем, поделюсь с вами опытом, надеюсь, видео будет полезно. Поехали! Друзья, многие просили сравнить мне две камеры от GEDINON 8-мегапиксельные и камеры 8-мегапиксельные от HACIO. А вот это камеры справа в верхнем углу GEDINON, вот эти две, это HACIO, подключены к тому же самому регистратору от HACIO. И, в принципе, друзья, я вам скажу, что это одна и та же камера с одной и той же прошивкой, просто немножко дизайн корпуса изменён. Это тот же самый завод HICVISION, просто немножко другая модификация, а так они одинаковые, вот абсолютно. Вот, смотрите, вот от подъезда вот до этой линии вот так вот я проведу. Вот, все номера видны, как у HACIO. Ну, немножко по-другому здесь расположена камера. И также номера видны и у GEDINON. Это абсолютно одна и та же камера, они взаимодополняемые, можно подкупать и ту, и другую в комплекте, но вроде как у GEDINON она немножко подешевле, и, в принципе, они одинаковые. Видите, частота кадров в секунду одинаковая, всё, это та же самая камера, та же самая прошивка. Вот, смотрите, все те же самые настройки доступны. Также 15 кадров в секунду. Больше ставишь, нажимаешь применить, опять заходишь, и она, в принципе, так же и остаётся. Вот, 15 кадров, больше он не показывает. Может, в дальнейших прошивках поменяют, будет 30 кадров в секунду, но мне 15, в принципе, вполне достаточно. Зато битрей стабильный, картинка хорошая, всё хорошо, мне не гоночную трассу снимать. Самое главное, детализация позволяет различить людей на больших расстояниях, видеть номера машин, вообще всё, что происходит, а что ещё, собственно, надо. Посмотрите, какой огромный угол обзора может перекрыть большую территорию, если эта камера будет висеть где-то на частном дворе, не где-то там на третьем этаже, как сейчас, а именно на высоте там до трёх метров, то камера будет видеть большую ещё территорию, скорее всего, охватит всю вашу территорию, куда будет направлена эта камера. Где-то там у вас на даче, либо дома, самое то. По моему мнению, за такую цену качество более чем достойное, и частоты кадров в секунду вполне достаточно. Но вот именно, чтобы наблюдать за обстановкой, в случае какой-то спорной ситуации, можно было спокойно рассмотреть всё в деталях. Обе камеры имеют одинаковую начинку и такую же прошивку. В принципе, они абсолютно одинаковые. Вот так они показывают в архиве, и вот так вот они показывают в онлайне из веб-интерфейса. В просмотре в онлайне, то есть в субпотоке, мы видим, конечно, что частота кадров немного меньше. При этом онлайн-трансляции созданы для того, чтобы просто наблюдать в режиме реального времени всё, что происходит на объекте. А если уж что-то случилось, то посмотрите более детально и плавно у себя в архиве. Ночное инфракрасное видео у 8-мегапиксельных камер, конечно, более чувствительно к разным шумам. Особенно, если есть какие-то источники искусственного освещения, как вот здесь, во дворе. Во время теста у меня просто не было возможности вот так вот на улице показать вам возможности этой камеры в полной темноте. Поэтому, если у вас есть какое-то освещение, то лучше отключить ИК-подсветку. Матрица и объектив у камеры весьма светочувствительные. Даже вот при небольшом ночном освещении будет более яркая и сочно-цветная картинка. Как итог, обе камеры практически идентичны, как и их цена. Так что, когда будете покупать, просто посмотрите, ну, что лучше в наличии. К примеру, сейчас есть камера от HiSeo на складе России. Ну, а камеры Година на несколько рублей дешевле. Ну, а чтобы купить с более значительной скидкой, а сейчас самое время, потому что идет распродажа, и можно применить купон. А еще лучше можете перейти во вкладку сообщества на моем канале, где я выкладываю периодически промокоды. На эту распродажу у меня есть, кстати, два уникальных именных промокода на 200 рублей. Ну, и еще нашел общие такие лимитированные промокоды, которыми также можете воспользоваться, если они еще останутся. Друзья, я стараюсь для вас, если у меня появляются какие-то промокоды, я их, кстати, также выкладываю и в своей группе ВКонтакте. К примеру, в этом посте я еще выложил очень интересные предложения в данной акции. Товары, которые сейчас с хорошей скидкой. Ну, а если вы хотите взять прямо вот камеры с надписью Hikvision, с того же самого завода, оригинальные камеры от Hikvision, вы можете взять их также на Алиэкспресс, причем значительно дешевле, чем вы это могли бы сделать в магазине. Это приблизительно та же самая 8-мегапиксельная камера, но, как видите, цена у нее практически в два раза дороже. Если вообще выбирать из камер Hikvision, то вот этот очень интересный вариант именно по цене и возможностям стоит до 10 тысяч рублей. Если вам нужно с логотипом, то 10 600. Эти камеры уже немного получше с начинкой, более дорогая комплектация, и при 4К разрешении они способны выдавать 20 кадров в секунду. Для многих комментаторов, которые не держали камеры в руках, это будет очень существенно. По факту камера действительно хорошая, у нее гораздо лучше динамический диапазон, в общем, это топчик среди Hikvision, вот именно по цене и качеству. Есть камеры, конечно, еще лучше, но, опять же, немного и подороже. Точно так же 8-мегапикселей, кодек H265+, и, насколько помню, она вроде как поддерживает FullPoE. Ну и также при 4К разрешении 20 кадров в секунду при 50 Гц. Тоже вот неплохая 8-мегапиксельная камера, работает в кодеках MPEG и H265+. Кстати, тоже классная камера, объектив 2,8 мм, ночная подсветка у нее 40 метров, и также 4К в 20 фпс. Кстати, у бренда Enki есть также те же самые камеры, которые делаются на заводе Hikvision, только под их торговый марк они стоят значительно дешевле. Видите, это стоит 10600, а камера от Enki стоит в районе 7000 рублей. Единственное, что сейчас их нет на складе России, и из Китая их заказать тоже нельзя. Они периодически появляются в доступности заказа из Китая, но на данный момент так. Зато можете заказать их купольную металлическую камеру, в том числе подходящую для улицы, на обзор которой я тоже делал на своем канале. Камера и вправду очень хорошая, сравнивал ее, кстати, с 8-мегапиксельными уличными камерами салендрическими от Hiseo, и мне она показалась получше. Вот, и она сейчас есть даже на складе России, вот за такую цену. Еще есть классное предложение от бренда EnkiVis, это также завод Hikvision. Данная камера стоит в районе 10 тысяч рублей, подобная камера от Hikvision будет стоить значительно дороже. И эта камера, друзья, уже с 4-х кратным оптическим зумом, от 2,8 до 12 мм. Правда, вижу, что доставка у нее сейчас около 1000 рублей. Даже при всех этих моментах это крутая камера. Она с SD-картой памяти, такую можно как автономную повесить где-то там на 7-8 этаже и спокойно наблюдать за своим авто. Матрица Sony IMX 415, единственное, что также 15 кадров в секунду, но, как я и говорю, этого вполне достаточно. Ну, а если вам нужен комплект из 4-х или более камеры, вот недавно делал обзор на комплект от Hiseo, 4 камеры в комплекте и еще можно 4 8-мегапикселей добавить. Его цена составляет около 34 тысяч рублей. Смотрим комплект из тех же самых 4-х камер, которые мы сегодня тестировали. Также регистратор на 8 каналов от завода GEDINON. И что мы, собственно, видим? То, что точно такой же комплект стоит 28 650, когда Hiseo стоит 34 тысяч. На самом деле цена связана в отсутствии 4-х бухт кабеля в комплекте GEDINON, что, естественно, гораздо выгоднее, потому что 4 бухты кабеля по 20 метров, ну, никак не могут стоить 6000 рублей. Просто Hiseo вложил транспортные расходы. И, кстати, что здорово, у GEDINON можно выбрать абсолютно разные вариации комплектов камер, как уличных, так и внутренних, а витую пара все равно 20 метров многим может и не хватить. Так что кабель витую пару можете купить по месту у себя где-то в магазине, будет гораздо выгоднее. Ну, а если поискать лучшее предложение по цене от оригинального завода Hikvision, ну, именно аналогичный комплект из 4-х 8-мегапиксельных камер и видеорегистратором на 8 каналов, то вот он будет стоить в районе 57 тысяч рублей. Плюс доставка 6000, и это все равно будет 1000 на 50 дешевле, чем вы будете покупать это то же самое в магазине. Хотя, скорее всего, уже 1000 на 70 дороже. И то с условием, если вы будете покупать в каком-нибудь крупном торговом доме, у которого есть дистрибьюторство от Hikvision. Кстати, друзья, вспомнил такой момент. Если вы будете покупать комплект камер, предположим, из 2-х или 4-х камер, а ваш регистратор на 8 каналов, и в последующем будете докупать еще камеры, совокупное количество камер у вас будет больше, чем 4, то лучше всего поменять ваш статный блок питания от видеорегистратора и взять вот какой-нибудь на 5 ампер, либо даже лучше на 10, в случае, если вы загрузите все 8 портов. В этих комплектах используется обычное POE-питание, то есть длина кабеля от видеорегистратора до камеры должна быть менее 100 метров. Если вам нужно подлиннее, то можно взять, к примеру, вот такой вот POE-удлинитель. Он может практически в 2 раза увеличить длину вашей трассы. То есть он ставится между регистратором и камерой где-то посередине и продляет еще на 100 метров. Вот такая вот приблуда, уже проверенное падение напряжения на 200 метрах отсутствует. Если нужно ставить еще дальше, то можно поставить 2 подряд. Но тут уже нужно задумываться по цене, может быть, лучше купить камеры с поддержкой FULL POE+. В общем, штучка такая классная, многим может пригодиться. А если смотреть вообще в другую сторону, можно взять комплект из 4-х 8-ми мегапикселя камер от Enke. Только уже не IP, а HD видеонаблюдение. Это совсем другая технология. Кабель здесь используется КВК, то есть комбинированный коаксиальный с парой питания. Если вкратце, то принцип здесь такой, что аналоговый сигнал переконвертируется в цифровой. А так это тоже 8-ми мегапиксельные камеры с большим углом обзора, подключение к интернету, к удаленному доступу, с предупреждением при обнаружении движения. В общем, практически весь тот же самый функционал. При этом качество картинки из-за битрея, конечно, будет немного отличаться от именно IP 8-ми мегапиксельных камер. Хотя тоже имеет место быть, особенно за такую цену. Но если хотите сами собрать какой-то комплект из вот этих вот уже перечисленных мной камер, то можете взять вот этот вот IP POE видеорегистратор за 8663 рубля на данный момент акций. Это, по сути, точно такой же видеорегистратор, как и в тех комплектах. 8 каналов по 8 мегапикселей. Цена интересная, есть на складе России, хорошее предложение. В общем, вот так вот, друзья, поделился с вами информацией у 8-ми мегапиксельных камер, снимающих в 4К разрешение, которые я считаю сейчас самыми актуальными. Ну, именно по цене и качеству. Естественно, вот этот образец, который вы сейчас видите, взятый из архива жесткого диска, не передает той детализации того качества, которое есть на самом деле, особенно если у вас, к примеру, есть 4К-монитор. Да и после обработки видеоредактора, плюс конвертация в YouTube, конечно, сильно притупляет качество, и на самом деле, поверьте, оно гораздо лучше. Очень приятно, что технологии не стоят на месте, и эти камеры уже становятся более доступны, чем они были даже там полтора-два года назад. И, в принципе, когда уже думаете купить 5-мегапиксельную камеру, тут и 8 мегапикселей не сильно уже отличается по цене. Ну, кроме того, эту камеру можно спокойно переключить в 5 мегапикселей, к примеру, и она будет уже показывать с частотой 25 кадров в секунду. Через веб-интерфейс это можно спокойно сделать. Кто любит тут более плавную картинку, такую киношную, можно это сделать. В общем, друзья, надеюсь, видео было полезно. Все ссылки на перечисленное мною видео вы найдете в описании под видео, поэтому переходите, заказывайте. Продавцы проверены, смело рекомендую. Ну и, конечно, там же вы найдете актуальные промо-коды, которые вам позволят приобрести это все еще более выгодно. Ну, а я надеюсь, видео было полезно. Для меня будет лучшей благодарностью, если ты, дорогой друг, подпишешься на мой канал, если не подписан, поставишь палец вверх, поделишься этим видео в соцсетях, и вот приятный комментарий замотивирует меня продолжать стараться для вас. Тебе пустяка, мне вот сильно поможет. С вами был Ёж, пока.